Здравствуйте дорогие друзья! С вами телеканал ГРАД и я Дмитрий Акулов. Сегодня мы сделаем обзор на аптечку АИ-2. Дорогие друзья, давайте с вами рассмотрим аптечку АИ-2. Первое, это пластиковый корпус. В зимнее время рекомендуется аптечку хранить, располагать во внутреннем кармане одежды или во внутренних карманах разбрученного жилета, для того, чтобы не замерзали жидкие компоненты. Аптечка яркая, для того, чтобы была возможность использовать ее во время дымовой атаки, дымовой завесы и так далее. Чтобы в темное время суток также было ее видно. Написано, аптечка индивидуальная, выполнен крест на корпусе. Дорогие друзья, давайте же посмотрим, что у нас находится внутри. Сразу нам видно эта инструкция по применению и пользованию аптечки шприц-тюбиком. Также по правилам хранения, то бишь эксплуатации аптечки, видна небольшая памятка по какие средства, где располагаются. Она сделана зеркально, для того, чтобы военнослужащий в трудный момент ничего не перепутал, ничего не забыл. И, соответственно, тюбики с таблетками, с лекарственными средствами, которые здесь расположены. У нас отсутствует средство при отравлении ФОВ. Это шприц-тюбики находится. ФОВ переводится как фосфороорганические вещества. Резервное место. Но это для различных таблеток, для различных лекарственных средств, которые необходимо дополнить, доукомплектовать аптечку. Это по усмотрению старшего медицинской службы. И противоболевое средство. Противоболевое средство это либо бутерфанол-тратрат, либо промедол используется. Оно наркотическое, поэтому его вообще как бы даже в учебных нет. То есть простой шприц-тюбик. Но у нас даже его не оказалось. Далее мы видим небольшую памятку, для того, чтобы иметь представление, где какое средство у нас расположено. Сразу в глаза бросаются такие вот тюбики. Их особенность такова, что они выполнены в определенной форме для того, чтобы и в определенный цвет для того, чтобы в условиях дымовой завесы, либо в условиях другой ограниченной видимости, можно было их распознать. То есть не читать вот эти мелкие там, мелкий шрифт, а для того, чтобы их можно было взять сразу и распознать. Использовать то, что необходимо по обстановке. А все вот эти вот лекарственные средства принимать по указанию командира, либо старшего в группе. Имеется радиозащитное средство. Радиозащитное средство. Их два. Противобактериальное средство. Их тоже два. И противорвотное средство. Оно одно. Дорогие друзья, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.